я всех приветствую приветствую любовью приветствую объятиями приветствую поддержкой и прошу для начала синхронизироваться я жду обратной связи так сейчас у меня двое становится звук вижу слышно видно прекрасно замечательно благодарю чат у меня открыт если у нас в конце останется время я с удовольствием отвечу на ваши вопросы как я уже сообщила на канале телеграм что встречи это спонтанное но тем не менее с достаточно таким серьезным вопросом я успела набросать небольшое слайд-шоу то есть сопровождение фотографиями потому что тема так скажем нелегкая для восприятия поэтому визуальный фон он безусловно будет помогать сопровождению чтобы качественно ответить на большинство ваших вопросов связанные с этой темы понимаете я очень хорошо осознаю что все кто слушает эфир хочет услышать конкретные даты конкретные условия конкретные сценарии для ответа на этот вопрос но вы знаете что замысел творца состоит в том что даже самые самые там лучшие астрологи самые 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 лучшие тарологи в этой теме ошибаются и будут ошибаться даже те целые штаты астрологов которые сопровождают управленческие такие организации целых стран даже они будут ошибаться почему потому что та информация которая показывается на поле логики поле считывание информации с астрального и ментального плана это все живые существа они или показываются или не показывается поэтому каждому во всем этом сценарии дается информация таким образом чтобы сценарий проигрывался верно вот в чем суть но если мы с вами поднимемся над всем и заглянем посмотрим на эту картину целостно то уже концу этой встречи большинство ваших вопросов отпадет не только вопросов поверьте страхов страхов за завтрашний день непонимание хаоса вы знаете очень важно крайне важно в это время перехода которое ожидаемо о нем очень много говорили но почему-то всем казалось что это будет происходить вот раз и одним днем стало все сияющее замечательно но нет конечно же есть и определен определенный отрезок участок времени которое человечеству предстоит прожить это время перемен которое в каких-то писаниях называют жатвой в каких-то писаниях последними временами в каких-то писаниях апокалипсисом да но тем не менее как бы это кто не называл это время глобальных великих перемен где меняется энергии кардинально абсолютно кардинально тот мир который был знаком вам даже до сегодняшнего времени он поменяется настолько что нету на сегодняшний день ни астрологов ни торологов никаких либо иных способов для того чтобы вам сказать и объяснить что это такое потому что это за пределами ментального и астрального плана изначально астральный ментальный план выход за предели каузального тела происходят с людьми далее в процесс включается на более полномасштабной процесс этого вознесения земли то что земля начала переживать более подробно чтобы мы на этом не останавливались вы просто запишите себе тем более те кто впервые сейчас пришел слышит нас и у вас как-то отзывается сердце где-то на интуитивном плане ага интересно о чем здесь вообще говорится просто запишите возможно вам это пригодится возможно это вам даже спасет жизнь у нас на канале академия центр света видео называется сейчас вот прям точно вам скажу как происходит переход в квантовое сознание там все описано там все сказано и повторяться нам нет смысла мы сегодня поговорим более таких глубоких моментах осознавая которые в конце этой встречи мы уже сможем пройтись по датам пройтись по годам но смысла вот просто так изначально вам сказать ага вот здесь какие-то моменты будут изменения здесь такие-то ой ну все хорошо замечательный человек ну как-нибудь я подожду пережду ну что-нибудь как-нибудь свершится но куда-нибудь меня кто-нибудь приведет кто куда кому вы отдаете это право выбора кому куда и это очень серьезно на сегодняшний день вопрос который касается на самом деле каждого да и встречи сегодня немножко да необычно потому что мы с вами в основном на наших встречах порхали где-то витаем летаем мы в параллельных мирах до сливаемся с иными энергиями живым разумом гипермозгом единого пространства мироздания сегодня такая очень приземленная встречи я кстати хочу спросить у вас помните я вам на последней встрече говорила что мы проведем встречу через несколько дней когда вы прочтете книгу напишите пожалуйста кто читал книгу расшифровка генома человечности вот кто ее прочел повторюсь что книга даже под этим видео ссылочка будет абсолютно безоплатно для всех кто вот просто желает действительно потратить какое-то время для себя и действительно перейти уже на какой-то иной уровень осознанности и те кто ее читал напишите пожалуйста в чат я хочу сказать что сегодняшняя информация она уже как бы идет как следующий слой то есть это говорит о том что мы можем с вами идти дальше мы можем посмотреть еще глубже для чего потому что естественно нас с вами ожидает следующий очередной пакет памяти который нам предстоит разархивировать принять синхронизироваться и в какой-то степени его понять потому что нам с этим жить и этот пакет памяти наготове мы сегодня в следующем шаге и этот следующий шаг я сегодня решила как я уже ранее сказала подготовила быстренько некое такое слайд-шоу для того чтобы визуально пройтись по неким фундаментальным моментом то что является фундаментом осознания когда вы это осознаете когда вы это понимаете как как математику начального класса до то естественно все остальные моменты все остальные формулы все остальные процессы они для вас уже как бы являются некой волной с которой вы постоянно синхронизируетесь в созвучии итак вижу читаю вырубает такое бывает книга клад книга огонь до любимая это действительно огромный труд и в котором я являюсь только лишь проводником и то что нам с вами открывается там да все остальное лишь сейчас дополнение которое вливается с абсолютным осознанием понимаете с абсолютным знанием что будет дальше давайте приступим потому что я подготовила достаточно много информации но мне бы хотелось быть предельно краткой да для того чтобы мы за определенное время сегодняшнего эфира все таки успели по многим процессам пройтись естественно что для посвященных золотого генома для тех кто знаком с книгой какие то моменты будут узнаваемы для тех же кто впервые сейчас смотрит слышит и отзывается сердечко не переживайте абсолютно точно знаете что случайности нет и придет время возможно вы пересмотрите это видео возможно вас просто переведет на на какой-то другой ресурс на какие-то другие видео этого канала до иного канала или вы возьметесь и прочтете просто книгу которая абсолютно доступна и соответственно вам станет уже более ясен а замысел творца и так я буду переключаться со слайдов до к вам возвращаться начинаем и так мир когда закончатся все разрушения я поставила дату 30 на 3 многие из вас знают что это число до здесь 003 и 300 это некое начало точка отсчета где эта точка отсчета в каких координатах именно эта точка отсчета никого обновления я забегая вперед вам сразу скажу что это 24-25 год это то время где происходит да вот эта временная синхронизация на галактическом уровне изначально это как некая изначальная точка отсчета и она как раз синхронизируется вот с данными 3000 и или зеркально 003 об этом мы еще поговорим почему так да и это такое сакральное число сфинкса почему потому что сфинкс на самом деле вы его знаете да в египте как олицетворение а это есть вихрь вот это вихрь солнечной станции солнечной нейронной сети вмещаясь вмещающий в себя все живое и тот вихрь который разворачивает себя давайте дальше пройдемся этим моментом все причины все все причины всего происходящего чтобы вы не брали это может касаться вашей личной жизни работы какой-то неудовлетворенности собственном развитии потенциале это разрушающие факторы которые наблюдаются в вашем пространстве пространстве вашего мира и так далее запомните просто что все все причины находятся за зерцалом мембраны осознанности человека на ином уровне сознания абсолютно на ином о чем это говорит это говорит о том что пока человек находится в неком коконе до человеческого вот этого сознания он не может ничего поменять те записи которые заложены в него когда он спускался в этот кокон они есть они существуют да вы можете выбирать их некий ряд да там любое событие взять вы можете там выбрать как оно решится да от вашего намерения от вашего знания управления меркаба координатами времени до пространства точками пространства в какой в какой краски да она развернется но опять таки это зависит от того намерения с каким вы действуете если это чистейшее намерение да с которым вы разрешаете ту или иную ситуацию если у вас открыто сердце если вы находитесь на чистоте любви особенно если вы умеете до управлять своими торсионными полями это вообще замечательно но если на данном этапе даже вы не умеете все равно у вас есть выбор от вашего намерения если у вас есть какие-то искажающие намерения до паразитические намерения то конечно же ситуация будет отражаться зеркально и как правило многократно и в наше время ускоренных перемен все возвращается очень быстро да не ждет завтрашнего дня или следующей жизни как правило это происходит очень быстро возвращается то что вы отдаете пространство соответственно когда вы переходите за уровень этого зерцала когда вы выходите из этой скорлупы мы сегодня они поговорим то есть вы выходите как бы на тот берег где все как бы задом наперед вот здесь где были изначально засажены все вот эти совершенные поля нейронной сети самой совершенной памяти только отсюда вы теперь можете производить изменения но что это за поля что это за нейронная сеть это нейронная сеть как раз новой земли новой эпохи новые эры нового иона времени соответственно любая борьба на уровне человеческого да вообще в общем то любая борьба она приводит только к обратным ударам умноженным помноженным мы находимся в процессе глобального перехода мир не будет прежним меняется все как я уже сказала ранее сознание да в этом сознании важно осознавать что вы становитесь как бы центром где идет пересечение всех времен центром в котором вы взаимодействуете со всеми мерностями временами с параллельными мирами то высшие силы да это сверх высшие силы это сверх развитой цивилизации и так далее то есть все полностью как бы завязывается на вас потому что вы являетесь центром своей вселенной и вот именно вот к этому осознанию вас ведут дальше естественно меняется частоты вибрации тел как земли так и человеческих мировоззрения до которые приходят к единому гипермозгу мироздания то есть к единой вот этой масштабной нейронной сети живому мозгу живом осознание живой единой клеточки памяти изначально ну изменится экономика это мы уже видим это она полностью да то есть сегодня только зачатки сегодня такое изначальное то что мы наблюдаем разрушение все это конечно же приведет к полному выхода выходу из вот этой паразитической порабощающей до матрицы и политика можно сказать что политика и и вообще просто даже это слово можно было здесь перечеркнуть потому что она вообще записи политики как таковой они есть только вот в этой старой матрице дуальности потому что политика это любая политика это иерархия иерархии естественно в едином пространстве в едином сознании в единой клеточке изначальной памяти как таковой нету потому что здесь само по себе сверхсознание оно не нуждается во власти а когда каждый является как властелином до своей вселенной своего пространства то просто каждого такая зажженная клеточка взаимодействие с друг другом она взаимодействует на уровне вот этой единой нейронной сети единого мозга целого и конечно мир а не миф в котором находится сам человек мир а не миф больше вы об этом прочтете самогенетики как это записано а в днк в данных днк изначального человека это вы а больше можете прочесть вот как раз в книге расшифровка генома человечности изначально эта книга должна была называться расшифровка генома спасения но ее назвали таким образом да генома человечности я сама как бы была инициатором того чтобы назвать ее именно так чтобы все таки мы больше могли углубиться в то что такое человечность и так продолжаем это понятно это все такое так скажем предисловие для многих абсолютно понятное и где же где же все проигрывается откуда же берутся все эти данные откуда же берутся все эти сценарии которые мы с вами наблюдаемся наблюдаем до сегодня конечно они находятся на генетическом уровне на неком мистическом генетическом уровне до мистической днк мистическая она для пространства 3d мира да опять таки в подлинном пространстве это является единственным верным подлинным строением какое-то строение да и можно ли изменить память сама память сами записи они не меняются они такие какие они есть и они будут всегда в своем вот есть определенный свой слой и как говорят что вот этот слой там разрушается или там с ним что-то становится его там побеждают нет он находится в своих координатах времени это мы в сознании переходим и выбираем другие координаты где проигрываются другие сценарии это нужно для себя просто один раз осознать тогда вы поймете стоп а с кем я борюсь а что я кому пытаюсь доказать что вообще происходит и тогда вместо того чтобы менять кого-то вы начнете меняться сами вы начнете переходить сознание совершенные слои памяти где проигрываются другие сценарии а теперь вопрос камала это о чем говоришь а вот давайте посмотрим о чем я говорю конечно это очень образно это очень так скажем поверхностно но все-таки давайте с вами на примерах картинах с вами немножечко разберем сейчас посмотрю если нет какая-то ручка нет нет ну и ладно смотрите возьмем человека берем человека человеческое тело вокруг которого есть определенное торсионное да электромагнитное торсионное поле вы уже более об этом знакомы возможно еще с каких-то источников особенно те кто прочли вот книгу вообще вы теперь просто вообще разбираетесь да то есть вот вокруг есть некий тор некий бублик да скажем так этот тор он многослойен он многомерен и у каждого человека свой свой диаметр да радиус его свой слой определенное количество слоев свои структуры в том числе там геометрические да геометрическая структура в том числе она отображается естественно на теле на мозге соответственно свои участки мозга активно и по-разному воспринимается информация но в чем суть смотрим что объединение вот этих троидальных полей несут в себе определенную геометрию и абсолютно всех на определенном уровне существует геометрия куба да вы тоже уже об этом знаете куб имеет вот эти записи генетических данных эти записи также многомерны да как и многомерен этот куб и мы смотрим на картинку где показано словно лифт словно этажи вот эти троидальные поля внутри которых просто как бы да для вас чтобы было такое визуальное понимание находятся эти данные то есть каждый этаж каждая чистота имеет свои данные каждый тор абсолютно каждый тор просто это нужно запомнить каждый вот этот бублик каждый тор имеет свою характеристику свою чистоту свои данные несмотря на то что что все эти тела созданы по образу и подобию и каждый предмет является носителем того или иного этого тор человек планета галактика и так далее все является носителем потому что это есть уже явление дамы уже есть явление того что записано на наших троидальных полях естественно что это все является генетическими данными и если человек вот мы посмотрим на человека да вот сверху картинка находился старой матрицы в определенных данных и проигрывал их ну еще это называют как карма да то в новом времени он может выбирать и телепортироваться вы представляете просто в сознании выбирать любую иную координату времени пространства и в сознании телепортироваться соответственно вы телепортируясь извиняюсь телепортируясь сознание мгновенно становитесь носителем нового тор с новыми данными также здесь показано ну как бы конечно образно но чтобы было понятно да это как бы планета это может быть и галактика который также имеет свои троидальные поля смотрим дальше на следующей картинке мы видим человека да вот проходит вдоль всего тела вот этот сам потенциал как раз да всего его всего силы о сборке всех троидальных полей да о сборке его меркаба соответственно о чем это еще говорит что чем человек переходит в более широкие слои памяти более световые слои памяти то есть он раскрывает что такое раскрывает сердце как мы говорим раскрой свое сердце расширяйся и расти расширяйся и расти вспомнили то соответственно мы расширяемся и растем и мы не являемся этим телом мы являемся тем телом которое и есть вот это живое присутствие троидальных полей живая мембрана и мы расширяемся и мы вбираем себя в землю мы вбираем себя звезды мы вбираем да и мы каждую звезду разворачиваем каждую чтобы у нас пространство не летало все хаотично здесь одно здесь другое мы все 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 приводим к единому единомо тору да такое к единой матрешки Мы как будто бы разбросали части матрёшки, мы её собираем, собираем, и всё в единую, в единую, в единую такую нашу станцию, многомерную станцию. Так как мы расширяемся до той станции, которая световая, изначальная, первичная, то она начинает питать все остальные слои, представляете? И, соответственно, чем больше у вас вот этих слоёв, естественно, тем больше у вас вот этот весь потенциал, тот потенциал, который являет силу, мощь, его ещё изображали тоже в древних писаниях, как кадуции, например. И, естественно, что тело эволюционирует в созвучии с каждым вашим шагом, с каждым вашим расширением, и по мере этой эволюции ваше тело способно принимать эти частоты, потому что каждый слой, он более высокочастотный. И ваше тело, ваш позвоночник, ваш мозг, в первую очередь, ваше сердце, оно с каждым, с каждым разом всё больше и больше становится синхронно-созвучно и может принимать эту частоту. То есть поначалу, поначалу, конечно, это выглядит болезненно, да, этот переход, это может тошнить, болеть голова, даже могут быть судороги. У кого-то там даже могут возникать какие-то аллергические реакции и так далее. То есть вот как бы оно выходит всё-всё наружу. Но это определённый какой-то момент времени, да, бывает такое, что обостряются болезни. Естественно, так как этот переход вершится только исключительно на срезе сознания, срез сознания. Сейчас я вам... А, мы сейчас как раз перейдём к картинкам, а я вам ещё зарисую, покажу, чтобы это уже было вот прям ясность, да, такая. Итак, включаемся, смотрим. Смотрим на человечка, да, что мы здесь видим. Мы видим, что с той, с этой стороны, да, есть два зеркальных вихря, которые соединяются. И вместе они образуют... Вот мы видим, да, как бы, но с моей стороны получается справа экран. Мы видим, вот они соединились, образовали такое тороидальное поле, да, уже электромагнитное тороидальное поле. И вот здесь в центре мы видим некую платформу, да, просто вот это у нас в Академии наш местный художник, да, просто зарисовал схематично то, что я его просила. И эта графика, она использовалась в золотом геноме, какие-то, да, картинки для понимания. И сейчас часть вот для объяснения, она используется и в книге, и кое-что я вам, конечно, поверхностно здесь рассказываю. В золотом геноме это более такие сакральные моменты открываются. Но давайте не будем отвлекаться. Итак, вы видите это поле. В самом деле оно бесконечно, бесконечно вперед, бесконечно назад. Что это за поле? Ага, рядом мы видим тор. Что это? А это нейронная сеть. Носителем какого тора вы являетесь, каких данных, таких и генетических ДНК данных вы являетесь носителем. И той нейронной сети, записи которых проигрывается в вашем пространстве. Их множество. Этих полей множество. И каждый раз, смотрите, мы вернемся немножко назад. Вот, каждый раз, когда вы переходите, видите этажи. Это новая запись, новая запись. Только здесь для вас показано, как бы, вот так, да, этот куб. Хотя он есть и вертикально, и горизонтально, то есть это куб. Но это и нейронная сеть, это и платформа, это и записи на этих тканях тора. Понимаете? Каждый тор, это как одежда, на котором, во-первых, индивидуальная кристаллическая нейронная сеть. Индивидуальная, то есть геометрия индивидуальная, записи индивидуальные. Там прописано все до каждого мига, до каждого миллиметра. Так. Идем дальше, да, смотрим, что здесь, на этих картинках, мы уже видим сам вот этот портал, непосредственно потенциала, да, самого потенциала этого тора, этого бублика, этого поля. Каждый раз в новых координатах времени идёт слияние, объединение этих вихрей. Человек, он является срединым телом. Мы вот с вами смотрим на космос, на небо, и нам кажется, небо там, так далеко, космос. А земля здесь, вот она, да, под ногами. А мы где-то вообще нас выбросили, и мы непонятно где. Но нет. Всё на самом деле обстоит вот таким образом. Видите, вот человек. Представьте, что вот эта платформа, это вот как бы центр. И в то же время вы эту платформу можете представить перед собой. И немножко отодвинуть её вот сюда, да, на уровень, ну, представьте вашего позвоночника. И вот то, что мы видим впереди, перед собой, это земля. А то, что взади нас, это космос, который проецирует эту жизнь. Проекция голограмма. И вот то, что записано в этом кубе памяти, в этих ДНК, да, вот, кстати, в данных ДНК, вот смотрите, мы дошли с вами до картинки. Видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть квадратиков. А что это за шесть квадратов? Это просто шесть сторон куба, в которых записаны данные в виде аминокислот. И записываются они путём вот этого объединения вихрей, объединения торов, да, те, кто читали книгу, знают, что так как они вливаются друг в друга под разными углами, так как они имеют все свою характеристику, а также в разных таких, ну, назовём так, количественных составах, то они являют собой различную геометрию, которая становится впоследствии геометрии нашего мозга. И вот на генетическом вот этом, на уровне, да, и записываются эти данные, этот генетический уровень, вот смотрите, да, мы показываем вам на картинке, вот, минус с минусом является плюс. Как бы два вихря, они объединяются, стоя с этой стороны, и встречаются в человеческом теле, и разворачивается тор здесь. Так встречаются все ваши мысли. Понимаете? Вот вы поймали что-то вот здесь, в мире 3D-матрицы здесь, на Земле, да, всё, вы как бы притянули это. Раз вам со стороны космоса, ну, хорошо, хочешь, как бы у тебя на это внимание, хочешь это проявить, ну, пожалуйста, да, тебе раз и притянулось. А с космоса звезда того, что ты как бы неосознанно, абсолютно неосознанно, так скажем, скомандовал, да, своим торсионным полем, своими намерениями, своими мыслями, своими словами, в том числе, выбором своей вибрации, потому что только вы выбираете быть на чистоте любви во все принятии или ходить, злиться, там, ещё какие-то моменты судить, обсуждать и так далее, да, какие-то такие человеческие формы. И таким образом, таким образом, вот на этих платформах выстраиваются террасы пирамид, пирамидальные станции. На самом деле, вот вы видите, да, есть некая точка, изначальная точка, с которой выстраиваются эти террасы пирамид. Когда вы опускались в эти миры, то, соответственно, вы таким образом, отражая сами себя, что эти пирамиды есть, опять возвращаемся к книге, да, кто знает, что это пантотопы, а в данном случае, да, но в человеческом сознании, так скажем, возьмём последнюю всё-таки эпоху, эры рыб, чтобы далеко не заходить, потому что каждый раз это новая геометрия, то это октайдры, которые просто здесь, здесь только одна сторона показана, да, а зеркально отражается, стоя с этой стороны, ну что это? Мы уже возвращаемся назад картинке, смотрите, родные, что это? Вот, вот видите, в центре объединяется, если мы смотрим, как некий такой ромбик, да, прямоугольник, это раскрывается то же самое тор, электромагнитное поле, то есть вся эта платформа, в данном случае вы уже знаете, что она 8 на 8, 64, да, разложенных там, в определенном порядке, аминокислоты, это тоже торы, все-все-все, создано по образу и подобию, и вместе, вот представьте, эта площадка, и на ней 64 торы, вместе они под определенным давлением, потому что, чтобы вам было понятно, это не просто давление, это частота, да, на определенном уровне, тоже образует определенную кристаллическую решетку, и вы являетесь носителем той или иной вот такой вот сборной конструкции, конечно же, не зная этого, этого, живя вне знания этого, а точнее, знать-то вы все знаете, вы просто забыли, не помня об этом, как можно вообще рассуждать в каких-то астральных, ментальных коридорах, блуждать, а что будет дальше, что не будет, для многих вообще этого дальше может и не быть, понимаете, поэтому на этом этапе, чтобы отвечать на такие вопросы, которые просто повсюду, да, к нам поступают, нужно просто осознавать вот этот процесс, осознавая его, да, вот мы видим, выстроилась эта конструкция, а что дальше, мы видим, а дальше выстраивается бесконечно, многофрактально, вот это мозг целого, конструкция, некий меркобах, где все станции, это бесконечно выстраивается, вы можете даже в интернете потом набрать, да, фрактал, треугольник, ну, как, как такое примитивное, но все-таки посмотреть видео, посмотреть гифки, как это бесконечно все выстраивается, да, мы видим, что, вот берем одну большую пирамиду, в ней множество таких усредненных, каждую открываем в ней еще, и это бесконечно, понимаете, а если мы зеркально отразим, да, представим эту пирамиду, что она, например, стоит на таком озере, которое как зеркало, то мы увидим ее отражение, что мы увидим, мы увидим вектор эквилибриум, да, который мы тоже читали в книге, то есть это некий тор эквилибриум, это кубок тайнер, но что это? Это и есть вот этот живой мозг, гипермозг, который сам себя умножает, это поток бесконечной энергии, бесконечного знания, под каждой пирамидкой, под каждой пирамидкой заложена часть энергии, силы, жизненной силы, а что такое жизненная сила? Это часть души. А вот теперь представьте, просто представьте, насколько много фрактален мир и как все повторяется по образу и подобию. Давайте представим, что каждый человек, каждый человек находится под такой пирамидой. Внутри этой пирамиды множество других пирамид. Понимаете, да? Потому что это все троидальные поля своих записей. И вот под каждой пирамидой, то есть она прям, вот прям крепко стоит на своей платформе, есть записи. И вот по стенкам этих пирамид, вот человек находится в пирамиде, да? На стенах этих пирамид проигрываются сценарии. А теперь внимание, а теперь внимание, мои любименькие. человек это просто дверь, человек это просто столб, через который живут существа вот этих пирамидальных станций. вопрос, кто живет в этом теле. Единая сущность всего, да, это уже божественная, космическая сущность, или индивидуальная душа, часть души, которая пришла взять именно этот опыт. Да, перед рождением ты выбрал, я вот, 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 вот эти, вот эти данные, я вот здесь буду проживать, я хочу прожить этот опыт. Раз, и ты проявился под этой пирамидой. И вся энергия, которая живет, находится под этой пирамидой, она с тобой на протяжении всей жизни, пока она не закончится. Но так как ты не умеешь ее управлять, и так как она имеет свойство заканчиваться, то, соответственно, ты проигрываешь эти сценарии, и, соответственно, под этой же пирамидой заканчивается. этот опыт, и потом уже происходят другие процессы, мы не будем сейчас их затрагивать. Но все же дается сила и забирается тело. Это посмертный опыт, потому что нету среза сознания. И вот сейчас я вам рисую, опять эту картинку, на которой мы с вами остановились. я прошу прощения, что такой рисунок, но так или иначе. Вот, видим, да? Вот она, пирамидальная станция, вот ее отражение, да? То есть, если мы возьмем, то есть, если мы возьмем, с вами нарисуем, то вот оно будет, поле такое, тор, простите, извините, я тут одна рука здесь, другая здесь, да? Вот, просто, чтобы было, понимаем. все. Почему еще был такой вопрос часто, Камалая, как это человек без души? А вот так. Бывают такие моменты, когда под этой пирамидой есть данные, есть роль, но нету вот этой жизненной силы души. Это крайне редко, и таких людей сопровождают определенные звезды, да, так скажем. В новом времени этого нет, потому что нет и не будет, потому что задача каждого на срезе выйти в единую душу, что такое срез. Рассказываю, смотрите. Вот видите, отделились две пирамидки друг от друга. Подействуем чего? Эти пирамидальные станции имеют определенную частоту, на которой они друг к другу вот так вот скреплены. Еще в древних записях Египта вот это скрепление и ту платформу, на которой очень крепко держатся эти пирамиды, называют залами аминси. И если приходит частота, звук, который выше, да, по высокой частоте, выше по уровню вибрации и частотности, чем та пирамида, внутри которой находится ваша часть души, происходит срез сознания, то есть вот оно сознание, вот он срез. Что происходит на этом срезе? Вы уже просто сами даже сейчас, да, можете ответить? Сила высвобождается, она вот здесь выходит, но что это за сила, что это за срез, что это? А это псиполе, а псиполе возможно держать только на частоте любви, если нет частоты любви внимания, человек просто начинает сходить с ума. Вот это самое неприятное, объясняю почему. Вот смотрите, на золотом геноме есть три уровня, первый уровень, это как раз, когда мы на срезе сознания, все пирамиды, все-все-все-все-все, да, раскрываем и на срезе выходят части души, выходят в наосферные слои. Что происходит? Вот просто, давайте даже сейчас логически, не будем бояться логики, давайте порассуждаем вместе, что будет происходить с этой пирамидой, когда она на срезе? Она начнет рушиться, все ее сценарии, все, что она давала, все, это называется высвобождение, пришло время, она вас отпускает, хорошо, а куда вы вышли-то? В открытый космос? Нет, потому что все построено, да, над ней есть еще пирамида, вы вышли в более просто большой объем, да, вот вы купались там, например, в джакузи и вышли купаться там в огромном теплом прекрасном озере, но в джакузи у вас был один объем энергии, а здесь другой объем энергии, и качество энергии другое, оно более высокочастотное, что должно произойти? Естественно, старые стены, вот видите, старая стена, вот старая стена, и вот старая стена, они должны разрушиться, как бы раствориться внутри вот этого нового объема, превратиться в единый состав, что происходит? Уходит все, что не соответствует изначальному, наивысшему, сверх-я человеку, то есть уходит все земное, то, что вот так вот плотно стояло таким кармическим якорем, понимаете? И оно начинает разрушаться, там, где нет любви, все будет рушиться, где нет любви, запомните, будет разрушаться все, только любовь, только живая любовь является новым элементом, строительство, да, новым кирпичом, строительство нового времени. Так вот, этот этап перехода, вот этот этап перехода, естественно, что здесь уже другое торсионное поле, вы же понимаете, да, если мы будем здесь рисовать, другая кристаллическая решетка, другие записи, более высоковибрационные, другая геометрия, что происходит? Происходит замедленная пленка, что старая начинает рушиться. Кому это приятно? знание гипермозга нам в этот момент говорит, все принимай, не дели на плохое, на хорошее, просто прими, и это сейчас создается для того, чтобы ты перешел в новый слой. И вот в замедленном темпе это начинает рушиться. если вы открываете сердце, то это псиполя, оно начинает работать на вас, эта сила псиполя начинает являться теми дровишками, так скажем, да, для того, чтобы переплавить всю-всю энергию, которая у вас была, вот в единый состав, чтобы у вас в этом озере вот та вода, которая вы купались в джакузи, она уже стала грязной, ее уже не меняли, я не знаю, веками, очистилась, и чтобы она пришла вот в эту природную, представьте, такое теплое-теплое прекрасное озеро, лечебное озеро, на это нужно время, и, конечно, вы понимаете, ой, мне так комфортно было в этом джакузи, я здесь так балдел, а тут меня сейчас, ой, страшно, а что будет, а здесь никто не выползет, не вылезет на меня, то есть, естественно, у человека происходят страхи, а так как мы с вами проходим не один слой, да, а это происходит вот так вот, слой за слоем, да, многофрактально, то на определенном этапе, пока мы не выйдем в ноосферу, это идет продолжение, пока все вот эти элементы не придут в одну единую формулу вашей изначально мировой души, представьте, что на каждом уровне, это не одна пирамида, на каждом уровне их множество, да, вот мы вернемся, их множество, и каждый раз, когда освобождается, знаете, открывается, как вот, как джинн вылетает, оп, 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 это все психоле, почему я еще говорю на геноме, первый уровень особенно, начинаются психи, человек начинает психовать, может там расплакаться, еще что-то, но, понимаете, старая матрица, она приучила человеку очень многим моментам, к которым нельзя привыкать, например, приучила, сиди, терпи, не психуй, не надо психовать, конечно, а зачем ей нужно было, чтобы ты и сердце открывал, и одновременно мог, например, психануть от души, чисто, искренне, и тем самым помочь полностью вот так вот раз и произойти этому взрыву, как бы взорваться, потому что это как скорлупа лопается, раз, и выходит птенчик, и вот представьте, что это взрывается, да, как будто вот эти капсулы, выходит сила, они просто открываются, и собирается в единый такой канал, в единую мощную станцию, представьте теперь, что все вот так пирамидки открыли, что вы увидите? Знаете, что вы увидите мироздание внутренним зрением, взглядом? Вы увидите единую такую систему, кровяную систему, только уже не человека, да, всех меридиан, а космоса, то есть ее вот так вот как будто кирпичами везде-везде заложили, и человек вот столько вот имел этой энергии жизненной, и в ней как-то копошился, сколько там мог, прожил, выжил, выживал, выживал, и вот столько, то с болезнями боролся, то еще, то еще, потому что он вот в этих четырех таких гранях, которые постоянно, постоянно проигрывают какой-то сценарий, да, выбрано тобой, да, но время перехода, это время среза сознания, когда ты теперь можешь выбрать, выйти из этих записей, и уже в теле живом, здесь, имея это тело, и только так возможно поменять, имея это тело, имея эти знания, что сделать? Изменить, изменить эти данные, осознанно, управляя своим пространством, управляя своим меркаба, да, то есть этим троидальным телом, этой информацией, этими данными, понимаете, осознанно. Итак, возвращаемся к тому, что это одно такое тело меридиана, как знаете, как река огромная течет, и здесь подкрывались, 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 подкрывались эти пирамидки, И вот он целостный, огромный организм, и в нем свободно течет энергия. Вот она огромная станция Меркабах. Вот она огромная сила, и приходит ток, электричество, которое начинает течь по вашему подлинному телу, огромному, огромному телу, живому гипермозгу, вашему подлинному телу. Тому строению, где вы настоящий, тот, кто создал все это. И уже оттуда, этим взглядом, этим видением, этой точкой зрения, из этой точки создания и самоотражения, да, вы уже можете управлять. Соответственно, осознание этого показывает всем нам истинный замысел Творца. Теперь представьте, имея такую возможность, мы воплотились с вами в это глобальное время перехода. Мы воплотились и получили пакет памяти, который распаковывает все эти знания. Кому принадлежит этот пакет памяти? Вашему первичному, изначальному я. И теперь мы берем и переводим взгляд на Землю. Что мы видим? А мы видим, что Земля вот из этой точки, вот она была под вот этой пирамидой. Название этой пирамиды мы назовем ее Эра Рыб. В этой пирамиде прописаны все-все-все были сценарии. Каждого государства, каждого города, всего-всего-всего, что будет проходить на протяжении всей этой эры, да. Это такое большое тороидальное поле, внутри которого множество других полей. И все-все-все на пирамид, когда все это прописано. Естественно, что сам куб, сами генетические данные, это как бы вот внутри пирамиды. А на стенах пирамид это уже проигрываются вот эти роли, вот эти сценарии, которые записаны в кубе. И вот теперь представьте, что Земле нужно перейти, ну, допустим, вот в эту точку, вот сюда, да, так образно, да, где уже развернется новая кристаллическая решетка, новый тор Эра Водолея. Что ей нужно сделать? Естественно, что ей нужно выйти в срез, чтобы телепортироваться, чтобы перейти. И Земля вершит этот переход, и Земля находится на срезе сознания. А значит, собирается единая мировая душа. Задача каждого человека – раскрыть все свои вот эти части и привести к единой мировой души. Что такое мировая душа? Мировая душа – это абсолютная любовь. Абсолютная любовь. Земля сейчас проходит вот этот сценарий, я для кого-то уже повторюсь, но вы, извините, кто-то это слышит первый раз, да, вот этого первого уровня, о котором мы говорим, да, в золотом геноме, когда у нее на срезе сознания, представьте, Земля раскрывает, да, все, освобождается, идет ее в освобождение. Что происходит? Старый вот этот каркас, он рушится, да, он рушится. Что происходит с генетическими данными в этот момент? Они остаются на своем месте, с ними ничего не происходит. У них есть свой слой, он не меняется, и просто Земля переходит в иной слой. Понимаете? Она просто переходит в иной слой. Соответственно, мы это видим, как будто бы разрушение всего старого. Да, на тонком плане это просто переход. То, что есть, она остается в своем месте, в своем времени. Это мы переходим в своем сознании. Итак, мы видим, что на Земле настолько бушует это пси-поле, так много приходит силы, а человек не знает, что с этим делать. Он ее воспринимает как нападение, он ее воспринимает как борьбу. И там, где нет любви, там все рушится и разрушается. Там, где есть любовь, там строится и созидается. И казалось бы, все так просто, но на самом деле, какое количество людей на Земле? И если бы, конечно, получилось бы так, что хотя бы большинство это осознавало, то и разговора этого бы не было. И сейчас давайте вспомним, что еще я готовила. А, вот мы смотрим с вами, что тоже тороидальное тело, да, тот же тор, если мы на него смотрим как бы вот, да, сбоку, то мы видим, что он, оно является также волной. Вот он, тор в срезе у нас сверху, видите, два кругляшочка? Это тор в срезе, и мы видим внутри него вот эту волну. Внизу, да, другой такой прообраз этой волны. И в моем случае, вот получается, слева, да, картинка, скорее всего, и в вашем также. Идет картинка, иллюстрация волны золотой божественной пропорции. Вот именно золотой божественной пропорции. Вы об этом еще подробнее прочтете более так углубленно. В книге, да, расшифровка генома человечности. Вот эта волна, божественная пропорция, это волна, которая объединяет абсолютно все торы, вообще все сущие. Когда вы выходите на чистоту этой волны, это волна любви, начнем с этого, это волна божественная, разума Бога. Она освобождает ото всех пирамид. Когда вы течете, протекаете в сознании по этой волне, являясь носителем этой волны, то вы живете в мире совсем сущим. И тогда этот мир, это пространство, которое больше не разделено. Вот смотрите, что когда оно было плотно, да, закреплено, то, что получилось, что есть одно единое пространство. И оно разделилось, оно вас как бы, да, часть вас, раз, как под некий колпак, да, и вы, ой, а где вы оказались, тут уже пошли проигрываться сценарии, что там голограмма или там проекция. Об этом и нет речи, человек спал, он этого не помнил, да. А где вы-то, где тот самый вы, кто этим управляет, спит? Ага, нужно его пробудить. Что нужно сделать? Пробудить пространство. Как его пробудить? Да высвободить его. Высвободить и прийти к единому, потому что оно разделено на части. Здесь такой-то сценарий, здесь, 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 здесь. Но когда вы высвобождаете, вы приходите к единому пространству, оно начинает нести о вас заботу. Почему? Потому что, любимый, мир так устроен, что где есть разрушение, да, там же зеркально, вот вернемся с вами какой-нибудь картинки подобной, ну вот, допустим, или... Так, ну, к любой, да, где вихри. Если на одной стороне вихря, да, мы возьмем, есть разрушение, на другой стороне всегда есть созидание. Конечно же, это мир 3D-матрицы, да, некого такого дуального восприятия, разделения, противодействия, что на каждое действие есть свое противодействие. Но так или иначе, вы должны понимать, что если в одном месте сейчас идет процесс разрушения, то есть разрушается старая матрица и вместе с ее разрушением, по сути, она уже, да, ушла вместе вот с ее старыми энергиями, уходит все, что созвучно этим энергиям, все, что созвучно этим частотам. Что она делает? Вы скажете, фух, она такая вот плохая, наконец-то она уходит, пусть она там забирает все плохое с собой, но нет же, ведь она тоже служит, а плохого ведь нет. Давайте посмотрим, как она служит. Она служит тем, что она подталкивает, понимаете, она подталкивает каждого из вас и говорит, я и есть тот и этот, да, то есть это та же мать, это та же материя, это та же сеть сознания, да, просто у нее там другой лик, другая характеристика, другая частота, но она все равно при этом она любит безоценочно. Есть ее новая характеристика, которая разворачивается на земле, ее новая кристаллическая сеть сознания, и та подталкивает каждого и говорит, ну иди ты, иди уже, займись, давай, давай, иди, вспомни, ну вспомни же, кто ты есть, вспомни, разверни, синхронизируйся с новой сетью сознания. Ну так уж устроен человек, что он обращается к небесам, он обращается к Богу, там, внутри себя, не важно, он начинает вспоминать о том, что его тело есть храм, только тогда, когда его к этому подталкивают. Вот и пришло время великих таких толчков, когда человека приводят к тому, что он уже вынужден искать выход, но если он не видит во внешнем мире этого выхода, если он находится в хаосе, то, естественно, он начнет устремляться свой внутренний мир. А где же этот выход? И внутренний мир говорит, пока ты не поменяешься сам, не изменится мир вокруг тебя, только ты выбираешь носителем какой кристаллической решетки тебе быть. Только ты способен своей волей, своим выбором, своими действиями, содействиями с параллельными мирами свершить этот переход. И тогда в твоем пространстве будет разворачиваться совсем-совсем иные сценарии. И каждый раз, когда в вашу дверь стучит какая-то боль или страх, это каждый раз стучится часть души, которая хочет освободиться. А вы от нее отнекиваетесь, вы говорите, не надо, иди отсюда, так, давайте мне там астрологический прогноз, или какой, как мне отсюда сбежать, убежать от нее, не нужно мне это. И вместо того, чтобы остановиться во всем этом хаосе и заглянуть внутрь себя. Минуточку. А для чего я пришел в эту жизнь? Ну, хорошо. Ну, сворачивается тор-матрица старого времени. Если я сейчас войду под ее станцию, да, пирамидальную, что дальше? Ну, унесет она? Она просто унесет, как вихрь, как цунами. им тело мое и разум мой просто снесет и унесет вновь во фракталы вечность, откуда я прибыл для того, чтобы жить, откуда было создано это тело, чело вечности, не века. Что же происходит? Что хочет сказать мне моя душа, принося мне эту боль? она стучится мне в дверь, стучатся все ее части, открой, пусти меня, прими меня. Но не смогу я нести тебе пользу и благо, пока нет в тебе любви. И ничего не сможет выжить и жить безлюбви в новом времени. Нет ничего важнее того, чтобы вы открывали свое сердце и только потом задавались вопросом, а что же будет дальше? Потому что, как я уже сказала ранее, пытаясь, разгадывая матрицу на вот этих ее полях старого времени, ментального, астрального, гаданиями, различными другими способами, вы будете лишь оттягивать этот момент и вы не заметите, как вы влились в этот водоворот и вас уже затягивает, потому что открыто неких два водоворота, да, в один затягивает тех, кто вибрирует на волне страха, кто дает туда внимание, кто вместо того, чтобы развиваться, ищет хитростные какие-то ходы-выходы, но от себя не убежишь. И второй портал вихрь, световой, это энергия кристаллической решетки нового времени, единого пространства, абсолютно новой жизни. Сюда может войти каждый, переплавиться может любой, любой, потому что вы понимаете, вот вы привыкли людям давать характеристики, вот вы судите людей, правителей и так далее, но поймите вы одно, что этот правитель или еще кто-либо, он находится, вот, он находится в закрытом пространстве того, что записано в этой, понимаете, его матрице, в его пирамидальных станциях. Что такое пирамидальная станция? Это живой разум. Над этим живым разумом есть свой живой разум вот здесь сверху и так далее, понимаете, можно сказать, что, да, вот, как вот, каждый выполняет свою роль на этой огромной-огромной сцене, но если приходит освобождение, то любой, кого, как бы вы кого бы не называли, понимаете, какие бы он не проигрывал либо существа его природы сценарий, если приходит освобождение, то реально за короткое время этот человек может светиться или, как говорят, стать святым, да, вам сейчас может казаться, ой, какая же ерунда, я вам говорю, не ерунда это все, это новое время светимости, когда, почему и говорится, шанс дан каждому, потому что под силами этих энергий, под силами вот этой божественной пропорции волны, способен освободиться любой по сути человек, который к этому готов осознанно прийти, но речь сейчас не о них, понимаете, потому что речь сейчас о вас, о каждом, потому что мы можем только меня, я, себя, все больше высвобождая свою силу и приводя ее к единому океану, не озеру, понимаете, не озеру, а океану, единому, мы с вами способны творить чудеса, управлять своим пространством, управлять своей силой, а эта сила начинает многократно заботиться о нас, заботиться обо всем нашем поле, обо всех наших делах, давать знания, идеи, творчество, защищать от каких-то там моментов, оберегать, и вот даже вы не будете знать этого, что защищает вас, не защищает, просто как маленький ребенок, вот здесь все складывается так, как нужно, это действительно как вот состояние ребенка жизни, и нету здесь такого понимания, что есть какой-то гуру один или еще кто-то, это для всех дано, потому что мы все с вами собраны по образу и подобию, вопрос только еще раз говорю, вашим истинным желанием и намерением действовать, не останавливаться, не давать себе каких-то ой, да я уже пробудился, стоп, пробудился ты или пробудилась твоя сила, ты высвободил вот эти все свои, вот она, вот пробудилась сила, так, давай-ка вернемся, вернулись, пришли, посмотрели, так, а мне еще трудиться и трудиться, да, нужно высвободить всю силу, как вы поймете, что высвобождена вся сила, произойдет слияние с вашей первичной проекцией, с вашим первичным я, есть коды, они заложены в этих пирамидальных станциях генетических, да, данных, ДНК, абсолютно всего человечества, потому что так создан человек, есть сценарии, сценарии, это, мы еще называем процессом инициации, это когда вот по этой спирали золотого сечения есть определенный сценарий, когда меняется эта геометрия мозга, идет высвобождение этих станций, и по образу и подобию, естественно, это происходит и с Землей, да, и вот благодаря такому сценарию идет высвобождение, и вы приходите к изначальной, ваша изначальная станция, она находится над пирамидой, вот, да, как я вот нарисовала, над, да, это то, что проецирует, если мы перевернем, мое такое художество, простите, да, если мы перевернем, и вот так увидим множество, множество станций, вот оно проецирует, вот, видите, но проецирует эти станции, и вы уже видя их, наблюдая их, есть определенные ключи, как это делать, это уже знание новой расы, единой расы, новой цивилизации, как управлять своим пространством на уровне мистического ДНК, генетики, понимаете? Так, что у нас еще здесь заготовлено, здесь уже понятно, вот она, кстати, волна, волна сердца, волна любви, как она выглядит на ДНК-уровне, в книге это тоже есть, и вот она, рука, да, рука солнца для человечности, эта картинка взята с нового сайта, который мы в ближайшее время презентуем, это сайт, который делался специально для меня, несколько месяцев, для того, чтобы я абсолютно безоплатно могла весь свой накопленный багаж, такой банк знаний передать на этот сайт, и чтобы вы могли приходить и находиться в этих энергиях, все полностью читать и общаться там, то есть это абсолютно безоплатная платформа такого, знаете, как образование мира, можно по-разному посмотреть, можно посмотреть, как образование мира от слова мир-дружба между всеми, да, осознавая, что мы не можем являться друг другу врагами, когда мы не зависим от тех сценариев, которые проигрываются на этих стенах, мы не играем в эти игры, мы вышли из них, и мы просто с любовью можем наблюдать и разворачивать через свое сердце, да, меняясь, переходя сами совершенные слои, тем самым давая любовь в эти уголки нашего единого тела, потому что только любовь сможет действительно что-то выплывить, то, что можно называть миром, то, что можно называть мировой душой. И образование мира, да, то есть образование мира, это как мир во всем мире, дружба, и образование мира, как образованность. Что имеется ввиду образованность? Конечно, миллионы, миллионы людей образованы в новом мире, и настолько, что просто и с образованием, и со знаниями, но речь идёт о космическом образовании, о том, чтобы те элементарные функции знания нового времени, которые диктует нам новое крестное, она не просто диктует, она просто имеет эти данные, и наша задача вспомнить, синхронизироваться, быть в союзе, понимаете? Конечно, это напрямую будет влиять на все происходящие события, но так или иначе, я хочу вам сказать о том, что насколько мощно сворачивается вихрь, вот это, да, старая система, то есть он остаётся настолько мощно переход, разворачивается вихрь, абсолютно новой энергии, абсолютно иной энергии. И как я уже ранее сказала, что до 2024 года мы будем наблюдать те события, которые по своей цикличности начали себя разворачивать в этом 2022 году. Те события, которые несут с собой вот эту боль и разрушение, абсолютно точно, что это будет разрушаться, и те, кто пытается ухватиться за эту старую пирамидальную станцию, будут разрушаться, да, по кирпичикам, это все вместе с ней. Поэтому даже когда я выходила, говорила там, что ждет в этом году, и вообще когда-либо я выхожу, я никогда не даю внимания на вот эти негативные посылы. Во-первых, потому что высший план всегда говорит, в это нельзя вмешиваться в ментальный, в астральный план. если ты уже как бы освобожден от этого, да, если твое каузальное тело уже полностью, да, оно растворено, то и взаимодействуя с пространством единым, это совсем другие процессы, это процессы, которые несут постоянную работу над собой, понимаете, над мастерством, над взаимодействием с теми же мастерами, да, со своим отражением, над своим пространством, над продуктами, которыми мы являемся проводниками, да, продуктов вот этого нового времени, как бы несём эти знания и продукты из будущего, из будущего, потому что это более просто высокочастотные, да, энергии, поэтому. Сами изменения, разрушения, они будут проходить тоже слоями. Вот, на примере мы можем с вами смотреть, как у нас была ситуация с коронавирусом, да, там, потом с микроном, потом операции, да, которые проводятся, назовём их, так, экономические различные блокады и так далее, различные дефолты, революции и так далее, то есть один слой, всё, все переживают, паника и так далее. Этот слой заканчивается, да, как матрёшка, следующий слой, и так слой за слой будет уносить естественно жизни людей, мы это просто должны понимать, находиться без иллюзий, это всё понятно, и когда люди кричат, ну как же это остановить, я вот на протяжении уже полутора часов, да, вот и говорила, как это остановить, потому что остановить вы можете только в своём пространстве, работая над собой, потому что подлинно всё остальное иллюзия, и только когда вы сами из этого выйдете, вы сможете в своём сердце разворачивать и выносить на этот свет в своём пространстве через свои ДНК данные, генетические данные родственников, которые будут к этому приходить, а не насильственно вот так вот трепать мужа и говорить, вот тебе нужно уже одухотворяться, просвещаться, давай, вот и у меня такой там, нет, ни в коем случае, если у вас такой муж, значит, что-то вы не доработали собой, если вам что-то не нравится, если в вашем пространстве происходят события, которые приносят боль, срочно работать над собой, срочно смотреть, какая пирамида вам вот так прям стучит, 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 выпусти меня, она может приносить вам боль, болезни, ещё какие-то моменты, вот этот лик, это всё одно и той же женской вот этой жизненной энергии, всё вот этой силы, всё той же матери в её, когда она вот собирается, понимаете, в единую такую часть, в единую формулу, в единый союз, всё, ваша задача над этим работать, не ситуацией бороться, а внутри, над этими данными, вот это нужно просто осознать, вы понимаете, осознавая этого, вы имеете ключ, выход ко всему, ко всему, тогда вас будут оберегать, повсюду, вы будете заранее знать, мне нужно находиться здесь и здесь, потому что вы будете управлять своими, что такое управлять своими мерками, управлять своим электромагнитным полем, это постоянно телепортироваться в самые совершенные слои памяти из тех возможных сценариев, ежедневно, это ежедневный труд над собой, пока это уже не будет на уровне, понимаете, такого автоматизма, потому что вы все время работаете со своим двойником, где этот двойник? В ядре клеточки, прочтите книгу повнимательнее, может кто-то два-три раза ее прочтет, кто-то может быть прочтет раз и будет просто открывать на тех моментах, где ага, вот оно, и одновременно, пожалуйста, знать, что без чистоты этой волны божественной пропорции выхода нет, и я буду перед вами абсолютно чисто и абсолютно открыто, если я буду говорить так, как есть, ищите этих проводников, и если вы находите, слушайте и находитесь на этой волне, как только вас вышибает, как только вас куда-то выбивает, а это как правило как раз информационный поток волны страха еще каких-то моментов, вас опять словно магнитом начинает нести в иное да, вот этот вихрь разрушения, разрушение коснется каждого, он коснется каждого человека, я уже об этом говорила, не будет ни одного материка, ни одной страны, ни одного города, которого это не коснется, вы поймите, что старые стены разрушатся полностью, это коснется каждого, просто каждого в разной степени, в разных сценариях, это зависит от того, на каком слое памяти находится ваше сознание, конечно, когда вы осознаны, когда ваше пространство пробуждено, когда вы в сборке всей силы, в слиянии со своей первичной проекцией изначальной, не путайте, пожалуйста, с близнецовыми пламенами, по-моему, так, да, когда это есть, когда вы, как глобальная сверх гипер сущность, ваше изначальное высшее существо, да, скажем, владыка, создавший все, все вот эти отражения его, когда вы себя осознаете, идентифицируете сами себя в центре каждой клеточки существования, как внутри тела, как в вашем внутреннем мире, так и во внешнем, это иное сознание, абсолютно иное, иное мировоззрение, иное видение жизни, то естественно и понимание, осознание у вас иное, и коснется у вас это совсем иначе, абсолютно иначе, и как бы это сейчас не звучало, меня простите, особенно те, кто пока еще миленькие находятся в сознании такого прям такой стадии, да, там начальной, кому-то может быть непонятны мои слова, но все-таки я скажу, я не могу это не сказать, промолчать, там, где разрушается, есть зеркальная сторона того, где там, где будет строиться, и вот там, где будет строиться, будет такая необычайная сила, поддержка и мощь, необычайная, и естественно, что выбор за вами, только за вами, давайте наверное я еще посмотрю сейчас, если есть вопросы, еще раз вам напомню о книге, напомню, что она абсолютно безоплатная, ее можно скачать по ссылке под видео, печатная версия будет через несколько месяцев, пока так, почему все так сложно, на самом деле все, на самом деле все совершенно не сложно, вы знаете, может быть вам сейчас просто логически сложно меня понять, объясню почему, потому что логика дает препятствия, логика это могила, пока ваше божественное существо лежит в могиле, все сложно, но как только оно высвобождается, как только рушится вот этот кокон, он сейчас разрушается, представьте, что цыпленок вылупляется из яйца, вот это происходит сейчас с землей, и я прошу частичек сейчас в чате дать обратную связь, кто также когда-то встретился с Академией, со мной, и казалось так вот все сложно и непонятно, а сейчас все ясненько, и сами рассказывают, и передают, и поддерживают, и отвечают на вопросы, почему стало понятным, ох, нет, потому что сознание перешло и синхронизировалось с тем полем, с той платформой народной связи, где эти данные есть, и мы просто берем эти данные и расшифровываем для вас, понимаете, да, они не похожи на все то, что вы знали до этого, но и время новое совершенно не похожи на то, что вы знали до этого, кстати, я хочу сказать, сейчас многие, кто впервые, тем более, нас просят, могут сказать, так, с чего начать, еще раз повторюсь, во-первых, посмотрите на канале видео, забываю все время, как оно называется, потому что, секундочку, как происходит переход в квантовое сознание, вот оно было совсем недавно на канале, да, у нас видео на канале можно включить, они там разделены на разные такие группы, можно включить инициацию, что такое инициация, это вот вы привыкли к слову медитация, да, инициация, это такой осознанный переход на новую волну, то есть это передача частоты, вот просто вы можете слушать, вы уже сами почувствуете изменения в своем сознании, вы почувствуете живое присутствие, вы увидите, что ваше пространство постоянно синхронизируется, цифры, числа, вы увидите множество знаков в своем пространстве, что вас просто ведут, вплоть до того, что облака будут вырисовывать, да, какие-то картины для вас подсказки, вы только подумали, раз какой-то звук, какой-то там может быть щит, реклама и так далее, это просто увеличится, это просто ускорится, потому что времени вот так вот расшатываться нет. Дальше, закончится ли все в двадцать пятом году? Нет, то есть смотрите, вопрос сегодняшнего дня стоит, когда закончатся все разрушения, это тридцать шестой, тридцать седьмой год, да, 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 просто слой за слоем это будут разные сценарии, по-разному они будут переживаться, но кем они будут переживаться? Теми, кто всеми своими силами, незнанием или выбрали это, будут держаться вот просто вот так вот, нет, 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 не открывайте меня, я буду здесь, я хочу все вот это прожить, просмотреть и уйти вместе со старой матрицей, это выбор, это нужно понимать, и то же самое для тех, кто находится в сознании новой сети, кто вибрирует вот эту волну божественной пропорции, будут совсем другие сценарии, абсолютно другие, но если мы с вами раз, да, и посмотрели на общий фон перехода земли, то естественно, что ей требуется не один год, не один год, просто там 24-25 год там будет, допустим, определенный перерыв для той же там любимой Украины, да, определенный перерыв, определенные там моменты изменения, строения, там, не такие, как хотелось бы, да, на сегодняшний день для многих, но все равно, но это не конец, то же самое для России, да, какие-то моменты будут разными такими рывками, но это коснется всех государств, абсолютно всех, и когда мне показывали, какие государства будут друг с другом, то есть это сейчас только коснулось, да, вот так у двух государств, будет множество неприятных моментов, и они будут все время меняться сценарии, краски, коснется, конечно же, Америку очень, очень, очень неприятно, и множество других стран и моментов, и это просто будет меняться сценарий за сценариями, каждый раз, за каждым сценарием стоит душа и вот так стучится, пусти меня, пусти, но кто может пустить, тот, кто безусловно любит, тот, кто открыл свое сердце, тот, кто вообще осознает и понимает, как с этим работать и что с этим делать, как не воздействовать на внешний мир, работать во внутреннем, поэтому без того, что я передала на этом эфире, этот ответ не имеет абсолютно абсолютно никакой помощи, понимаете, но осознавая глобальность этих перемен, осознавая глобальность всего происходящего с пониманием, что людей там много, сегодня это коснулось России, Украины, и мы начинаем, да, я говорю о множестве о нашем, просыпаться, пробуждаться, эти сценарии заставляют людей смотреть внутрь себя, а Россия тем более вы знаете, да, что она приходится на эту по звездным координатам эпоху эра Водолея, поэтому сценарии таким образом проигрываются, и это интересно, если смотреть с матрицы старого мира, то, например, другие страны, там, ну, если вот как в игре смотреть, как этот сценарий проигрывается, то другие там заокеанские, например, ролик, да, играет, то они смотрят и видят, что там Россия будет процветать, что это время России, что Россия выйдет там на духовный уровень и так далее, и они делают все, чтобы этого не произошло, они так думают, опять-таки, это там работают огромные специалисты, но разве можно обмануть Бога? Нет, конечно. И как раз-таки все действия, которые сейчас происходят по отношению и к России и Украине, они происходят для того, чтобы вот этот славянский род просто развернул себя в такую мощь, в такую силу, в такое свечение, в такое объединение, в такие знания, выводя на новый, абсолютно новый экономический уровень, на новые слои объединения абсолютно, абсолютно новой жизни. И так произойдет, что во всем этом хаосе, во всем этом смятении и не успеют оглянуться, как это объединение достигнет таких масштабов любви, взаимодействия и такой жизни, где действительно в этом объединении все будут богаты, сыты и находиться в безопасности, тогда как тому, так скажем, населению, тем людям, которые вместо того, чтобы переходить в сознание, будут находиться в процессе борьбы, им будет казаться, что это все, это конец, все, конец пришел. Ну, конечно, да, он как бы пришел, конец времен эры, рыб, он пришел, но там, где все заканчивается, есть то, где все только начинается. Я безмерно вас люблю, безмерно. я настолько искренне, настолько с полной самоодачей того, кто я есть подлинный, кто я есть настоящий, вибрирую всем вам поддержку в своем сердце, я продолжаю трудиться над собой, я продолжаю трудиться в своем мире, я продолжаю искать вас в своем сердце, каждую вашу сердцевинку, потому что мое счастье истинное, это счастье моего мира, это когда в моем пространстве все счастливы, и я знаю, что это счастье и новый мир не придет без взаимодействия с высшими силами, сверхцивилизациями высшего разума, а кто это? Это мы с вами изначальные высокоразвитые станции единого мозга, этот новый мир выстраивается в союзе с единой меркабах любви мировой души, и здесь счастья хватит для всех, и чем больше мы трудимся над собой, над своим миром, выбирая свои координаты телепортации сознания, тем больше мы увидим счастья, улыбок и тех, кто перешел. я безмерно безмерно вас люблю, в ближайшее время ждите меня в эфире, вы знаете, что мы на днях приобрели участок для строительства этого единого храма, всех религий, его даже можно назвать вне религии, это регенерирующая капсула, вот как раз перед эфиром мне сообщили наши юристы, что завтра я получу документы о собственности, включились очень мощные процессы, которые меня сейчас ну просто разрывают и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь надо быть, в том числе документально, потому что то, что мы с вами планировали, оказалось все намного лучше и крайне, как всегда, неожиданно, просто на голову свалилось такое счастье, и конечно же здесь только большой командой, только большой семьей, только в любви, только во взаимодействии мы с вами сможем развернуть и показать небывалый опыт. Для этого опыта, так же, как и книга, помните, я вам говорила, что я начала писать книгу «Мозг Бога», и в принципе ее, так скажем, скелет, он есть, ее нужно всю мне уже в такую в целостность привести, и только я думала, что я ее привожу в целостность, как родилась внезапно, буквально за полтора месяца книга расшифровка вот этого генома человечества. Только я ее закончила и говорю вам о том, что вот скоро будет там книга «Мозг Бога», бац, и мы с вами приходим к тому, к чему так долго шли. И что вы думаете, раз меня поднимает ночью, буквально вот 22-го, 03-го, 22-го, это мы уже все заключили договор, да, приобретение участка, причем, ну, я расскажу, не буду сейчас вперед там со своим шикарным садом, в общем, все, что мы с вами разворачивали, развернули, так развернули. И действительно так, что вот просто мы с Рафаэлем стояли, друг на друга смотрели, я говорю, Рафаэль, ну, вот как еще вот, ну, все вот просто, вот тебе, мы хотели, чтобы была река вокруг, вот по участку проходит река, самая настоящая. Мы хотели, чтобы было там на первое время электричество проходит, вот своя там электрическая станция, там, скважина, все, ну, захотите, пожалуйста, любимые. Так вот, буквально только мы с вами отошли от этой прекрасной новости, что явлено для нас так меня будет ночью, говорят, садись, пиши следующий том. И пишу я сейчас о той экономике, о тех взаимодействиях, которые для нас передаются. Вы знаете, это настолько уникально, это настолько просто действительно перепрошивает мозг и говорит, да действительно, на самом деле все гениальное, настолько просто, и это даст нам с вами выход. Даже в самое голодное время мы будем сытыми под надежной защитой. и самое важное для нас это на данном этапе любовь, осознанность. Поэтому давайте включаем эту осознанность, читайте книгу, доверьтесь тому, как вас ведут, как вот информацию вы принимаете. в ближайшее время, как я закончу немножко на трудом свою деятельность, хотя бы поверхностно, пока может быть не в том виде, как вот оформленная книга, но хотя бы вот, чтобы нам уже заземлить. Какие-то будут действия, и я озвучу, какие роли нам уже нужны на сегодняшний день, и как мы будем взаимодействовать. Так что ждите информации эфиров. А, и конечно же я хочу напомнить, что на прошлой неделе того же числа 22.03.22 это вот как подарок нам был, да? Мы запустили золотой геном 2.0. Присоединяйтесь. Кто не успел два года назад, да, синхронизироваться с нами и попасть вот в такой живой поток. Синхронизируйтесь, присоединяйтесь. Вы можете присоединиться по одному коду проходить пока, да? Так, как вас ведут. Вас добавят в общий чат Телеграм, в котором присутствую я. Там мы будем синхронизироваться. Там я буду давать большую часть информации, потому как разворачивается проект Город Света, потому что ну вы должны понимать, что это информация для таких подготовленных сознаний, да? И где мы с вами все-таки имеем единую цель и осознание этой цели. Поэтому углубляйтесь. Очень много у нас очень много безоплатной информации, как на канале. Так, насколько я знаю, под этим видео есть ссылка подписаться на дары платформы. Достаточно много инициаций, посвящений абсолютно бесплатных, которые очень быстро дают выход и помощь, когда ваше сердце открыто принимайте. Сайт тоже сообщим. Как только он будет наполнен информацией, я тоже вам сообщу. Сделаем рассылку, подписывайтесь тоже. Одним тем, что, например, вы подпишетесь на дары или скачаете книгу, вы уже подписаны на платформу, и мы будем сообщать вам о наших новостях. Соответственно, сейчас у вас есть возможность в такой синхронизации не просто зайти в золотой геном и сразу получить 64 года кода. И непонятно, с чего начать. Это все-таки в синхронности все раскрывается в сопровождении и большой-большой любви. Я бесконечно счастлива, что за столько лет нашего совместного труда, вы знаете, я захожу на платформу, я захожу в чат. Вот действительно, вот знаете, святые пчелки, такой рой звука любви, когда мы слышим, понимаем друг друга, порой без слов. Но даже когда рождаются слова, рождаются вот эти плазматические существа любви, которые действительно касаются сердец. Я хочу поблагодарить за это всех, кто трудится. Я безмерно, безмерно вас люблю. Я всех благодарю. Не теряйте время даром. Переходите. Переходите, переходите, переходите. До скорой-скорой встречи с безмерной любовью. Все. Всем пока-пока. Прошу прощения, Камылая, почему мозг бога, а не его дух? Внимание, я на протяжении всего эфира говорила, мозг, это нейронная, нейронная его сеть, его информация, его данные. И вот эта единая глобальная сеть, единая, изначальная, это совершенные записи, это семена, посаженные на совершенных полях. Они все световые. То есть, если мы говорим, как о пирамидальных станциях, они все-все светятся. И здесь все записи, все вот эти пересечения пространства времени, они совершенны. И все вместе, если мы это сжимаем до некой нейронной сети, мы понимаем, что это живая дышащая станция, мозг. Когда человек в нее выходит, да, в это тароидальное поле изначальной станции, изначальной ДНК, это звук всех-всех божеств, всех-всех существ, откуда вышли все-все памяти. Безусловно, это дух, это душа, и это единая станция всех данных всего мироздания. И когда мы с вами вибрируем на ней, изначально еще золотая платформа ее называют, то мы берем любые данные, и тогда мы с вами синхронны и не находимся в хаосе. У нас с вами тогда и синхронные точки зрения. Нам незачем воевать. Это станция мира, это мозг, этот единый дух и единая мировая душа. Это все оно и есть единое. Ну все. Пока-пока. До скорой встречи.